Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы с вами продолжаем сегодня изучать курс морфологии современного русского языка. На предыдущих занятиях мы с вами рассмотрели принципы классификации частей речи. И сегодня мы приступим к изучению имени существительного. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим, что такое имя существительное, как часть речи, его лексика, грамматические разряды, категории рода, категории числа. Все части речи мы знаем, что делятся на две основные группы, именные и глагольные. Так вот, именные части речи состоят из существительных, прилагательных, числительных и местоимений. Что общего между этими именными частями речи? Во-первых, это генетическая общность, а также они объединены общими категориями род, число и потеш. Особенности общеграмматической семантики существительного – это значение предметности в широком смысле. Что входит в это значение предметности? Предмет, лицо, может быть обобщенное действие, например, чтение, возможно признак, например, белизна, а также абстрактные понятия, любовь, жизнь и так далее. Все существительные отвечают на вопрос «кто что». Лексико-грамматические разряды имени существительного – это конкретные, вещественные, собирательные и абстрактные. Имена существительные в первую очередь противопоставлены по категории конкретности и категории абстрактности, но также еще выделяют собирательные и вещественные существительные. Например, конкретные существительные, те существительные, которые можно посчитать, они имеют противопоставление по числу. Например, скажем, книга, одна книга, две книги, три книги, четыре книги, книга, книги, следовательно, это существительные конкретные. Абстрактные существительные, они не исчисляются, не имеет противопоставления по числу и чаще всего имеет какие-то определенные формальные показатели суффиксы с отвлеченной семантикой например скажем смелость ось белизна из красота от ну и так далее также собирательные вещественные как и абстрактные существительные не исчисляются не имеет противопоставления по числу собирательные называют совокупность как единое целое до какое-то определенное количество как единое целое детвора например и вещественные они не исчисляются но измеряются например скажем килограмм меда стакан воды и так далее категория рода имени существительного преобладающее число существительных распределяются по четырем типам с учетом родового значения значит мужской рода женский род средний род и еще есть слова общего рода значит плакса разине и так далее это замкнутая группа существительных план выражения рода это чаще всего флексия например скажем мужской род чаще всего это нулевое окончание стол студент но возможно а например папа женский род а я и нулевое окончание например дочь вот и средний род у нее также возможны и словообразовательные суффиксы которые показывают что это слово мужского или женского рода на пряник мужской родниц женский ученик ученица семантические средства могут быть то есть по семантике мы можем определить слово мужского рода или женского рода например для эти слова неизменяемые но уже мы по семантике понимаем что это слово женского рода также может быть синтаксическое средство выражения грамматического значения рода когда например слово неизменяемое и мы смотрим на зависимые слова в окружении которые показывают или же для слов общего рода, когда мы понимаем, что это женский род или мужской, например, засонья. Какой засонья или какая засонья? Слова общего рода, это небольшая группа слов непродуктивная, могут называть как лицо женского рода, так и мужского рода, например, тихонья, непоседа и так далее. К этой группе слов примыкают наименования лиц по профессии, эти слова мужского рода, но в зависимости от контекста употребления. Причем согласование идет только на уровне сказуемого, на уровне определения согласования нет. Например, если у слов общего рода согласование идет и определение иск и сказуемое, наша засонья проснулась или наш засонья проснулся, то наименование лиц по профессии согласуется сказуемое. Например, скажем, наш врач приехала, наш врач Иванова приехала. Слова общего рода имеют оценочную семантику, вне контекста рода не имеют и идет смысловое согласование. Слова наименования лиц по профессии выражают номинативную функцию, имеют показатель мужского рода, продуктивная группа и идет формальное согласование, то есть только на уровне сказуемого. Категория числа имени существительного. По отношению категории числа все существительные можно разделить на два типа. Те существительные, которые имеют противопоставление по числу, и те существительные, которые не имеют противопоставление по числу. Но прежде чем мы начнём эту группу, такую классификацию существительных рассматривать, немножечко хочу сделать отступление. То, что все существительные делятся на две основные группы, существительные единственного числа и множественного числа. Но в древнерусском языке было ещё особое число, двойственное число, например, глаза, например, бока. Поэтому эти слова в своей парадигме имеют несколько иные окончания, которые отличают их от других существительных. Но в языке всё стремится к дихотомии, например, день, ночь, жизнь, смерть, белое, чёрное. То, соответственно, и здесь осталась двойная такая бинарная оппозиция, множественное число, единственное число. Так вот, все существительные в русском языке мы можем разделить на две группы. Те существительные, которые имеют противопоставление по числу, имеют форму единственного множественного числа, например, стол, столы. И те существительные, которые не имеют противопоставления по числу. Все эти существительные мы можем разделить на две группы. Это сингуляриотантум, существительные, которые только в единственном числе. И плюралиотантум, существительные, которые только во множественном числе. Например, сингуляриотантум – мед, песок, сметана, любовь и так далее. Плюралиотантум – духи, брюки, сани. На этом мы завершили нашу тему сегодняшнюю. До встречи!